Такие строительные ангары изготавливаются по технологии сплетённая паутина. Её преимущество заключается в качестве и скорости изготовления. К примеру, ангар размером в 1000 квадратных метров можно собрать за 10 дней. Их можно использовать как загон для скота, сельскохозяйственный склад, теплица, футбольное поле или швейная мастерская. Один из таких цехов, площадью в 250 квадратных метров, расположен в столице и построен компанией Nomad. Для строительства ангара используется оцинкованная сталь. Зимой стены можно утеплить пеной, а летом использовать кондиционер. Наша компания изготавливает два вида ангаров. Первый – это круглый с ровной крышей, и второй – дугообразный. Цена второго – 10 долларов за квадратный метр. В стоимость входит цена каркаса и работы строителей. Наши ангары есть по всему Крымстану. Предприниматели, работающие в этой и других сферах, собрались сегодня на форуме «Агроэкспортер». Его целью является поиск новых партнёров для сотрудничества. По результатам прошлых форумов, в течение одного года были заключены контракты на сумму в 4 миллиона долларов. На этом форуме предприниматели могут найти потенциальных клиентов. Имеются все условия для заключения частных контрактов. Сюда приехали даже крупные компании из Узбекистана. Также здесь участвуют и представители Министерства сельского хозяйства и Министерства экономики. С ними будут обсуждены вопросы открытия зелёного коридора для компаний, производящих скоропортящиеся продукты. На форуме приняли участие более 200 предпринимателей. Некоторые из них привезли свою продукцию. Компания по переработке грецкого ореха в Джалабаде также приехала для участия в мероприятии, чтобы найти партнёров из других стран. Мы работаем более 20 лет на рынке экспорта. Мы экспортируем свою продукцию в страны дальние и ближние зарубежья. Но на последнее время мы экспортируем продукцию в Российскую Федерацию, в Турцию и арабские страны. И на сегодня у нас стоит острая проблема по переработке продукции, технологическая помощь нужна. Подобные форумы открывают предпринимателям возможность выйти на международный рынок. К примеру, в прошлом году были реализованы контракты на сумму в 5 миллионов долларов. 75 контрактов заключены на отечественный экспорт. Сеймах Мусаев, Эльдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.